Привет из прошлого в галерее Скрижаля. Там выставили винтажную живопись запорожской школы. Все работы до сих пор были в частной коллекции, широкой публике практически неизвестны. По оценке искусствоведов, уровень достойный художественного музея. С экспонатами знакомились и наши корреспонденты. Коллекция поражает просто с порога и масштабом, и уровнем работ. Человек, который собрал все эти полотна, Виктор Балюта, потратил на это всю жизнь. Говорят, был меценатом, дружил с многими художниками, у них и покупал. В итоге собрал практически музейную коллекцию. У входа его портрет – кисти запорожского автора. Сейчас коллекцией владеет семья Балюты. Мы решили, что все-таки нужно вывести картины в свет, показать их людям. Это запорожская живопись, те люди, которые помнят, которые ценятся. И вот решили мы реанимировать эти работы, показать их людям. Все работы написаны преимущественно в 50-х, 60-х и 70-х годах прошлого века. Авторы – запорожские. Матюшенко, Гайдук, Кармась, Добрев, Пашканис, Маляренко. Из самых свежих – Николай Калятко. Был номером один в начале миллениума, но и он трагически ушел из жизни. Из всех представленных художников в живых остался только Анатолий Фомин. Пришел на выставку, говорит, шикарные работы многих не видел. Шикарные работы. Это Акиншина, особенно эта работа. Я когда посмотрел одну из работ Матюшенко, я таких размеров его раньше не видел. И не он один. Запорожский музей собирает картины 71-го года. В запасниках 700 работ местных авторов. Держат, что называется, руку на художественном пульсе. Но и для них увиденное – самое настоящее открытие. Для меня эта выставка – открытие. Знаете, я так хожу с такими раскрытыми очами. И такие – о, Боже, о, Боже. На выставке преимущественно пейзаж. Но какой? Колхозные поля, линии ЛЭП, какая-то силосная фабрика или электростанция. Вот выгружают дрова у сельского клуба, дети идут в школу. А пастух развлекается игрой на свирели. В портретах тоже классовое равенство. Рыбак и академик, столевар и ребенок. Здесь выбраны работы с хорошим вкусом. И из того, что я видел, я, честно говоря, восхитился, что, оказывается, в частных руках находятся работы абсолютно музейного образца. Так уже не рисуют и вряд ли когда-то начнут. Работы прошли через время и мимо музея. Теперь познакомиться с забытыми шедеврами прошлого можно в галерее «Скрижаль».